Есть на Севастопольской карте место, о существовании которого знают немногие. А то, что там живут люди, стало открытием для многих городских чиновников. У нас даже администрация, например, не знает, что здесь дома есть. Вот звонишь, они говорят, а где это находится? Никто не знает. Может, какое-нибудь историческое место, что какое-то, вот знаете, табличку повесит, что это пусть вводят этих искусствоводов. Но все вот рядом с АМИС. Вы посмотрите, как его отделывают. С той стороны все. Побелили, покрасили, крыши меняют. Такие дома тут, в смысле, плитка отделывается. Но за эту сторону забор заглянуть вовнутрь. В общем, перед помыли, а зад забыли, называется. Всего в нескольких десятках метров от благоустроенных пятиэтажных домов и двух крупных заправочных станций стоят небольшие домики, разваливающиеся буквально на глазах. Люди там живут современные, а вот условия у них средневековые. Я живу здесь с пяти лет. И когда мы заселялись, нам сказали, не делайте даже косметического ремонта. Ну, сейчас мне уже через два месяца будет пятьдесят. И я так думаю, что мои родители уже давно отсюда ушли на кладбище, так и я отсюда уйду на кладбище. Никаких изменений за это время у нас здесь не было. Живут, в принципе, тут большинство пожилые люди, старики. И 80 лет есть, и 90 кому есть уже. И умирают, как вот у меня, допустим, рядом соседи уже. Один умер в соседе, другую забрали дети. Вот газ они не видели, тепла не видели. Уголь дорогой, для пенсии не купишь. Эти дома строили пленные немцы еще в 1946 году. В квартирах печное отопление. За 70 лет обеспечить маленький микрорайон природным газом город так и не смог. А обещают с прошлого века. Одни отписки, и тем более, когда мы уже добились того, что пришли к нам уже и обмерили у нас все, и где повесить счетчики, и где, как говорится, поставить плиту, вдруг все, трах-бах, сорвалось. Обогреваться электроприборами в этих домах возможности нет. Сети не выдерживают напряжения. А печи настолько старые, что дым варят прямиком в комнату. Печников, кстати, найти сейчас, квалифицированных, невозможно. Они неграмотные. Те, которые строят другие там камины и все остальное, они для этих печек не подходят. Три года назад рэп номер семь залатал две крыши шифером, бывшим в употреблении. Теперь, говорят жильцы, ремонтировать свои жилища бесполезно. Дырявые крыши текут, рискуя обрушатся на голову. Но это далеко не весь список проблем. Электроэнергии нигде нет на столбах. Ломаем ноги, посмотрите, какие дороги. И это все в центре города. Нам что, газ провести здесь и перекрыть крыши всем? И все. А Жунько себе провел, вы знаете, куда же? На дачу за седьмом километре там дальше. Жунько. Саратов, по-моему, проезжал один раз, я помню. Посмотрел. О, да, вы тут завалитесь. Повернулся и уехал. В общем, мы тут, стены нас завалят, и мы будем так и жить тут. Для этих людей визит нашей съемочной группы стал надеждой на спасение. Люди верят. Городские власти их заметят. И смогут помочь. Ксения Багинская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.